Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Владимир Гольштейн, и сейчас мы начинаем нашу традиционную программу Радиоблог с Игорем Цесарским. Я нахожусь за операторским пультом, ну а Игорь находится у себя в его импровизированной или не импровизированной студии. Очевидно, сейчас он представит нам своего сегодняшнего гостя. Здравствуйте, Игорь! Добрый день, Володя! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Прежде чем я представлю сегодняшнего собеседника, я напомню, что с недавнего времени медиагруппа «Континент» запустила такой видеоканал, называется он «ТВ-клуб «Континент», в котором вы можете встретиться с многими из всех авторов «Континента», которых вы читаете а. на моих сайтах, б. в печатных газетах и, наконец, которых вы слышите на «Народной волне» именно в программе «Радиоблог». Сегодня один из таких авторов, который, ну, наверное, в течение лет 20, я его знаю, и какие-то из материалов публиковали мы. Вот был некий перерыв, а теперь существует возможность представить его еще раз не только в своей медийной группе, но и в программе «Радиоблог». Итак, сегодня из Нью-Йорка Юлий Магаршак. Это ученый, это блогер, это поэт, это автор песен. Там перечень очень такой большой, и я не буду все перечислять, но я думаю, что, учитывая то обстоятельство, что мы не просто представляем гостя, а послушаем его в какой-то степени не биографическую справку, а интересный рассказ о жизни там, о жизни тут, так что остальное узнаете уже от него. О, добрый день, Юрий. Добрый день, Чикаго. Вот, ну, мы не имели такой возможности раньше, мы в эфире не были с вами, но вот теперь у нас такая возможность появилась, мы вышли в эфир. Итак, с чего бы я хотел начать? Ну, не с пеленок, но, тем не менее, с того раннего времени, когда вы жили еще, скажем так, в России, ну, которая входила в состав советских социалистических республик, когда еще был СССР, и вот там, насколько мне известно из фактов вашей биографии, вы были в том числе и диссидентом. Так, мы потеряли? Да, у меня ощущение, что мы потеряли Игоря, возможно, он сейчас опять соединится. Так, так, меня, меня, меня. Не Игоря, не вас, да? Не вас, не вас. Потеряли вашего собеседника. Когда нужно, да, тогда все в порядке. Если можно, у меня просьба, если можете, просто мы видим, стробит ваше изображение, точнее, оно так движется, как-то чуть более эстетично, видео, я говорю. Значит, ситуация просто такая, что когда очень много компьютеров, вот тот компьютер, который должен был работать, он почему-то врубил скайп, буквально вот за 30 секунд до того, как мы стали с вами говорить. Я говорю с телефона на всякий случай, поэтому... Понятно. Так вот такая... Что получается? Давайте перейдем. Вы можете просто, я прошу, можете телефон просто, ну, как бы его положить в одно место? Да, давайте его поставлю. Да, вот поставить его, не держать, иначе получается не очень хорошо. Вот так уже намного лучше. И я закончу свое небольшое вступление тем, что вот вы были там диссидентом, о чем вы, наверное, расскажете, и не просто уезжали. А вот продолжилось ли ваше диссидентство уже потом в Америке? Ну, я не знаю, является диссидентство профессией. Я полагаю, что это зависит от ситуации, хотя у некоторых это так. Вы знаете, я провел, наверное, тысячу передач, сам ведущий, теле, радио. Ну, просто освоил этот жанр, когда почувствовал, что это было бы полезно. Ну, вообще, по профессии я теоретический физик, но все мы люди ренессансные, знаете, от интеграла до анаписта рукой поддать. И это была вот именно такая эпоха, когда быть физиком или быть математиком, математика царица наук, да? А ведь это только там, в России, математика царица наук. Здесь, наверное, программирование. Когда я приезжаю в университет, кстати говоря, вот Чикаго, кстати сказать, я просто обнаружил, что на математическом факультете преподавателей больше, чем студентов. Примерно раза в полтора. Что говорит не о преподавателях и не об уровне этого прекрасного университета, а об эпохе. Случилось так, что я жил в городе, которого нет, это город Ленинград, теперь называется Петербург, в стране, которой нет, Советский Союз. И в некотором роде эпоха была, конечно же, замечательной. Я назвал ее бронзовый век советской культуры. Вот то, что называется серебряным веком поэзии, они ведь скромно уступили золотой век, а по Гесиоду, помните, золотой, серебряный, бронзовый, а потом идет железный. Вот где мы, может быть, сейчас. Ну вот, уступили золотой век эпохи от Пушкина, грубо говоря, до Толстого. Так вот, когда я рос, я уже стал немолод, а время летят как ласточки. Вот, это было после оттепеля и далее. И вот если задуматься, то это был бронзовый век советской культуры. В обоих смыслах слова бронзовый, в смысле бронзовый памятник и в смысле бронзоветь. Вот, потому что был некий баланс, было уважение к науке, было уважение к инженерам, было уважение к мысли. Члены Политбюро старались защитить кандидатские и докторские диссертации, что очень характерно, особенно их дети. А некоторые как поспело вдруг становились академиками, понимая, что Политбюро черт знает что, например, Хрущева спихнули, да, и вся полетела Политбюро. А академик это навечно, и никуда не убрать. Вот, и я оказался в городе, в котором именно в это время, никогда раньше и не позже, в университете можно было получить настоящее образование. Ленинградский университет в это время числился шестым по рейтингу в Европе, московский четвертым. И это было объективно. И что интересно, вот те, кто учились раньше, вот мои знакомые, уважаемые, всемирно известные люди, некоторых вы знаете, они с ужасом вспоминают то, что происходило в университете, когда они учились где-то с 47-го до 52-й год. И потом в аспирантуре все они сразу стало мягче. И страх остался на всю жизнь. Я не буду называть, а могу назвать, уважаемые, милейшие академики ныне. Понимаете? А я попал в эпоху, когда от физфака до филфака, это надо было перейти через двор 12 коллегий, а до физфака перейти через двор. При этом была относительная свобода, вы понимаете, и всего-навсего, что давали? Давали более-менее свободно мыслить. При всей программе КПСС, при всех марсистско-ленинских философиях. Но обучал, вот что обучал? Обучали профессора, обучал город, потому что это волшебные камни этого города, всемирно известного. Обучала история, например, на кафедре терфизики, она находилась в ректорском флигеле. И семинары проходили в комнате, в которой родился в семье Бекетова поэт Блок. Понимаете, вот такие вещи, а рядом Менделеев раскладывал карточки. Это мою жизнь, кстати, повлияло на первом этаже в 12 коллегиях. Но вот, кстати, потом этот диван замечательным образом исчез, и неизвестно, где находится сейчас. Только догадываются, что тоже очень характерно. И вот была эпоха, когда можно было свободно мыслить. Вот при всех запретах, вы понимаете? И это, в общем-то, поощрялось. Причем были парткомы, они разрешали, они запрещали, то да сё. Ну, я был такой небездарный ребёнок, там были все, поэтому я в университет сумел попасть. Будучи вы договаривались, здесь не китайцы. Вот, и там первые дипломы с пятого по последний класс на олимпиадах по физике и математике. И, наверное, выше, чем это. И просто меня не имели права не принять. А в принципе, конечно, было общее напряжение и в этом вопросе, но оно было специфическим. Я просто для примера прочту несколько строк, которые я написал об этом городе. Так что я говорю, что от амфибрахия до тензора, вы знаете, просто почти одно и то же было в ту эпоху. И, кстати, а где разрешали выступать? Высоцкому, Галичу? На конференциях физиков и никогда филологов и историков. Это очень характерно для эпохи и о многом говорить. Я позволю себе прочесть просто несколько строк. Потом я первый раз в жизни хочу, почему-то мне захотелось, не знающий меня аудиторией, что бывает редко, рассказать немножко о себе. Но пока стихотворение, которое называется «Моя родина». «Моя родина, белые ночи». Со стены видно воды и город. В небеса устремленные рельсы до утра разведенного моста. Столб из мрамора. Площадь на сфере. Исполин на коне. Конь на глыбе. Иглы шпилей и купол злоты. Небеса, что светлее, чем звезды. В никуда не ведущие арки. Колоннады руин сверхдержавных. Моя родина. Белые ночи. Петербургское небо. И камни. Вот моя родина действительно оказалась, вы понимаете, странная. Это город камней. Ни деревьев, ни гор. Как бывало, ни море. Хотя Балтийское море было неподалеку. Была, конечно, Нева. Как правило, такая серая, куда-то текущая. А вот камни играли огромную роль. Эти прекрасные, мраморные, гранитные. Но действительно, это была моя родина. Вы понимаете, и если... Я не знаю, сколько у нас там времени. Я могу... Я даже еще и не начал. Но вот мой обычный маршрут был, понимаете, из дома в университет. Если идти пешком, я проходил мимо эрмитажа. Вход стоил 10 копеек для студентов. Ну, это и тогда было ничто. Я заходил в какой-нибудь подумать. В какой-нибудь любимый зал. И потом шел дальше. В ту. И в другую сторону, в зависимости от времени. Но потом я уже ходил бесплатно. Хотя это была чепуха. Мы создали Совет молодых ученых Ленинграда при Доме ученых. Председатель Совета Дома ученых был Борис Борисович Петровский. Отец нынешнего Петровского. Академик, с которым мы были в милейших отношениях. Он быстро понял, с кем мы и делали. И там у нас была веселая жизнь. Это дворец князя Владимира. Мы многое себе позволяли. Но это уже было в 70-е годы. Родился я, между прочим, в самом, можно сказать, эпицентре этого Петербурга. Потому что мое первое воспоминание в жизни, это меня везут в коляске вокруг какого-то каменного неподвижения, чижного вздыбившегося всадника. Потому что мы жили примерно в 200 метрах от площади Декабристов, значит, от Медного всадника. И вот это первое, что я помню в жизни вообще. А первый гол, вот сейчас гол забивает Месси. Вот, когда-то пыле. А мой первый гол в три года я забил в статуе Геракла в Александровском саду. Там в подножии стоит отдыхающий Геракл. Нам было года по три. Я забил там кому-то там гол. И как сейчас поднимаю глаза, и вижу смотрящего на меня этого мускулистого человека. Вот. Который, кстати, потом сыграл неожиданную роль в моей жизни. Ну, если у нас когда-то будет время, расскажу что-нибудь еще. Поступил в школу. И надо сказать, что безумие в школах. Между прочим, в американских школах немногим лучше. Если лучше вообще. Это я повторяю, каждое из того, что я говорю, это может быть темой разговора, это может быть тема серии передач, а может быть это тема жизни. Потому что то, что мне рассказывают мои друзья, преподаватели лучших школ Нью-Йорка, это полный кошмар. Абсурд. А в университетах еще того чище, если это возможно. И, может быть, вы догадываетесь, на что я намекаю. И вот я вспоминаю, например, где-то второй класс школы, урок биологии, и показывают протоплазму. Значит, говорят, что вся жизнь в университете состоит из протоплазмы и эвакуолии. А потом такой в разрезе боб, состоящий, помните, бобы, знаете, да? Вот из двух половинок. И учитель говорит, вот так устроен и мозг. Ну, я вот так внимательно смотрю и говорю, что неужели вся жизнь такая, как этот боб и протоплазма и эвакуолия. Она говорит, конечно, если не понимаете, значит, я уже какой-то слишком пытливый мальчик, которым, конечно, было. А что обращает внимание? Вот с пятого класса я ходил в математическую школу при Ленинградском университете, при Матмехе. И что интересно, мой первый учитель математики, настоящий, был Михаил Громов. Но в наше время, те, кто не знает, это просто крупнейший математик 20-го и теперь уже 21-го века. Значит, теперь он во Франции профессор в крупнейшем институте. И это была совершенно уникальная и удивительная атмосфера. Я как-то могу с любой скоростью идти вперед, потому что происходило много разного. И почему я говорю о себе? Потому что это связано с эпохой. И я уверен, что если мы будем еще говорить, или я буду что-то вести, или можете послушать меня в Нью-Йорке, или где-нибудь еще. Но вы понимаете, это эпоха, которая очень характерна. Потому что, повторяю, математик бы дал царицей наук. Сейчас об этом смешно говорить. Если повторяю еще раз, студентов в Чикагском университете на математическом факультете меньше, чем профессоров. Представляете, до чего дошло время? Жил я всегда в центре. Вы знаете, вот, ну, мое следующее жилье было угол Лиговской, около Лиговки, угол Коломенской и Пушкинской. Кто знает, Ленинград. Вот эти Лиговские бандиты, значит, я не знаю, насколько я был бандитом Лиговским и Коломенским, но окружение было само собой. Кстати, очень интересно, в каком доме я жил. Значит, это было рядом с памятником, небольшим памятником Пушкина. Это был первый памятник Пушкина, поставленный при Николае Первом с разрешения, значит, высочайшего. И он разрешил поставить памятник напротив дома, в который Пушкин бывал чаще всего. И когда стали выяснять, то он жил, чаще всего бывал по дому нынешней Пушкинской 20, где жила вся Богема, это дом для Богемы, вот из таких, значит, перетушек. И, естественно, Александр Сергеевич там бывал, и именно там поставили памятник, о котором можно отдельно говорить в связи с тем, что на нем написано. И я вырос вот в следующий мой период жизни, прошел около этого памятника. Ну вот, чтобы передать обстановку в университете, ну, естественно, способные ребята, я сдавал досрочные экзамены, и вот пошел к Марии Ивановне Петрашень, и она меня, значит, я говорю, вы уже подготовились, взял билет, говорю, ну да, что там, ну да, в университете, ну да. Ну вот, она говорит, ну что, начнем? Я так смотрю на нее и думаю, спеть, не спеть, спеть, не спеть. Ну и спел, начнем, пожалуй. Вот Мария Ивановна была в ужасе, но, тем не менее, свою пятерку, как и все остальные, примерно вот с этим баллом, я получил в течение следующих лет. Вы знаете, можно о каждой точке рассказывать много, но вот представьте себе просто атмосферу, когда есть физический факультет, на котором ввели свободное расписание, то есть хочешь – ходи, не хочешь – не ходи, если ты имеешь все пятерки на сессии. Ну а какая трудность в университете было получить пятерки? Ну да, естественно. Вот, поэтому рядом был удивительный в это время исторический факультет, где преподавал Бялый, и только что, его не стало, я успел застать, придя еще школьникам, Тарли, на филологическом факультете читали лекции по античной литературе, по стихосложению, совершенно невероятно. То есть, и самое главное, что студенты обучали друг друга. Вот я уже не помню, сказал или нет, что обучали профессора, обучал город, обучают город, да, обучают истории. Вот тот факт, что Менделеев раскладывал карточки совсем рядом с нашей кафедрой, во дворе университета на первом этаже, повлияло на то, что именно я открыл третье-четвертое измерение в периодической системе, которая ведет очень глубоко, я все-таки немножечко в физик. Вот, и главное, обучали студенты друг друга. Вот при всех запретах, вы понимаете, были масса запретов, запретов, им можно было загреметь вообще-то, ну, конечно, не так, как солженицына, миллионы людей при Сталине, но запросто быть выгнанным с каким-нибудь билетом черным, что у нас с некоторыми и случалось. Вот, но я как живой ребенок на первом же курсе появился только КВН. Понимаете, тогда КВН – это клуб веселых и находчивых. Ну, скажите мне, я вот не вас спрашиваю, а вообще вот зрителей, вот какая сейчас находчивость нужна тем, кто играет в КВН на телевизоре по-российскому? Да никакая, потому что это соревнования тех, кто написал, а вот веселость, да, такие девчонки красивые погуляли, а задуман-то он был действительно как импровизация. Вы понимаете, и это очень, вот тот КВН очень соответствовал тому стилю мышления, который был нужен в науке, технологиях, в инженерии. Понимаете, когда импровизация возникала. Ну и вот Ландау, семинары Ландау, которые проходили очень живо, а кстати, я вот сейчас скажу, я организовал театр физического факультета, а выясняется, что предыдущий театр на моем факультете, а я организовал в 66-м году, он был в 25-26 годах, то есть сколько, получается, за 40 лет до этого, и как вы думаете, кто организовал? Ландау, Гамов, кто знает, это великий, уехавший в Америку, просто великий физик 20-го века, и Бронштейн, которого расстреляли, человек примерно того же масштаба. Веселились как могли. И вот я позволял себе очень много свободных вещей, при том, что мы знаем, кто вообще заправлял городом, вначале такое дерьмо, как Толстиков, потом, ну, наверное, слова дерьмо уже нет, в русском языке, наверное, оно устарело. Вот, и такое же примерно, что я сказал Романов потом, но мы позволяли себе очень много. И неудивительно, что у меня начались приключения. Они начались не сразу, они начались, когда, в общем-то, я спокойно поступил в итоге в аспирантуру, а вот ко времени окончания аспирантуры, вы понимаете, я с первого курса писал, скажем, для эстрады. Ну как, ну, стипендия обычная, 28 рублей, повышенная, значит, 35, а напишешь литон или монолог, 200 и 200, 400, годовая стипендия. Вот, но в отличие от моих друзей, которые стали писать для Райкина, для Хазанова потом, меня просто от этого тошнило года на два, поэтому я так переодить, вот. Но сделали университетский театр, эстрадный, импровизационный, в котором играли известные люди, например, Толубеев, знакомая вам фамилия. Ну, для него это был эпизод, но факт тот, что он и несколько ныне известных актеров были в том театре, который мы создали. Вы знаете, я не знаю, вы можете меня спрашивать, потому что действительно, по-моему, я говорю об очень интересных эпохах, потому что можно, я просто опишу, что можно описывать, и на этом остановлюсь, чтобы можно было, чтобы это не было сплошным монологом. Конечно, эпоха, вот то, что называется оттепели, а потом стало быть заморозков, она была чрезвычайно любопытной и очень творческой. Я ее называю «Бронзовый век советской культуры». Кстати, так называется одна из моих книг. «Бронзовый век советской культуры». Значит, то, что мы сделали совет молодых ученых Ленинграда в мертвом городе. Понимаете, город-то был мертвый, вот при всем красоте. И жизнь в нем, вот буквально, жизнь настоящая, это была филармония оркестра Мравинского, это был рометаж руководимого Борисом Борисовичем Петровским, отцом Михаила Борисовича. Это был Кировский театр с Виноградовым. Это была публичная библиотека, а точнее русский фонд, где я мог читать что угодно, потому что запреты, мои интересы не совпадали с запретами советской власти. Она решала читать там паотичные эстетики, там, истории возрождения, во сколько угодно. Вот. И была удивительная интеллектуальная среда, удивительная, какие были замечательные девушки. Понимаете, что очень важно. Бескорыстные, да, бескорыстные, как говорилось. Бескорыстные и не просто образованные, а с духовностью. И все это вместе, это была эпоха. Вот после этого у меня, конечно, были многие годы отказа. Годы отказа берут как живые, что неудивительно, потому что я был очень заметный. Я не был тот, кто ходил на собрания и писал названия, я был тот, кто, значит, сочинял песни, сочинял тексты, которые распространяли, значит, на магнитофонных записях, текстах. Ну и понятно, что, поскольку это были весьма... Ну, например, советский образ жизни, манящий идеал. Наш пессимист задорний оптимиста. Наш сок фонтаном брышет. Но коли дуба дал, тебе играть шапена будут с листа. Советский образ жизни кончается в гробу. И так далее. В конце советский образ жизни, как идеал, маняшчь, завушчь и окрыляюшчь. Но поверьте, живому человеку, как футболисту, мяч необходим советский образ смерти. И написано это в год вторжения в Афганистан. Ну, вот. Юрий, просто остановился. На этом мы ставим не жирную точку, но многоточие. Было очень интересно услышать вот это вступительное ваше слово. Я не стал ни прерывать никакими вопросами. Хотя у меня было желание немножечко идиллическую картинку вашу чуть-чуть взять, да, какими-то вопросами. Не то, чтобы поломать, испортить. Я понимаю, воспоминания у нас всех очень разные. Простите, вы получите этот вопрос. Дайте мне 20 секунд. Да, ну я дам. В следующей неделе. Да-да, сейчас ответят на вопросы. Просто сейчас перерыв должен быть на рекламу. А после этого? А после этого, я думаю, что будут вопросы у наших радиослушателей и у меня. И мы там уже будем общаться не в форме вашего монолога, а в форме вопрос-ответ. А сейчас послушайте очень важное рекламное объявление. И уходите. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...